Постоянно круглосуточно работает полевая кухня, чтобы было пожелание горячей воды. Здесь через дорогу организована баня. Женщины и детей уже всем предоставили возможность помыться. Сейчас моются мужчины. Утром получают горячий чай, получают детские наборы, йогурты, печенье, яблоки, это то, что осталось. В обед они получают горячую кашу. Кашу здесь тоже? Да, да, конечно. Готовят западные братья на командование. И на вечер, и на вечер тоже они получают? Да, на продуктовый набор на вечер получают. Ты весь груз, груз, гумитарную помощь сюда собираешь или у тебя здесь? Нет, не в городе нам МЧС предоставила склады, где мы аккумулируем брус, сюда привозим исключительно то, что необходимо дать. То есть тут тюпочка это уже не надо? Да, давно, сразу, с первого дня. Да, утром выдаются средства гигиены, памперсы, то, что необходимо. Ну, а на всех, кто-то, конечно. Да, да. Ну и подратил дождь, в общем-то район Зеленский персоналирует. Женщины, дети, дети там получают продукты. Ну, на день они получают? Нет, ну, как завтрак они получают на прием пищи, обед они получают на прием пищи, плюс продуктовый набор на вечер. То есть все, то есть кипяток? Да, для продуктового питания. Плюс кипяток есть постоянно. Около полевой кухни работники, службы военнослужащие западно-оперативного команды. Внутри автопримела рискаем и через. Подъезжает еще автолавка, ну и, читая специфику, здесь вот эти футраки тоже есть. Для того, чтобы, если кто-то хочет стандартному набору что-то купить, привычное либо непривычное, ну, либо вредное, которое мы не можем. А вы сейчас сразу увидите, где-то, ну, треть они заняли вот эту справа, а все остальное осталось не туда. На сегодняшний момент они занимают около четырех тысяч квадратных метров, а полная площадь около десяти тысяч. Ну, все равно есть потребность в мытье, в помыться где, в одежде потребность есть. То есть, одежды еще больше надо, да? Да. Не хватает. Значит, давайте договоримся так, я посмотрю, как вы расположились, а потом поговорим. Все, там уже работает цельсия, да. То есть, это вот середина, да? Они налево. Нет, это край. Это вот, смотрите. А дорога еще такая есть? Ну, вот так вот проходы. То есть, это одна вот дорога. Вот это все один зал. Это одна дорога. Мы ее перегородили. И вот по тому крайнему ряду, вот поддонами загорожено, ну, чтобы товарно-материальные темноты отгородить. Вот все, это граница обитания. И вот до той. Второй этаж. Второй этаж. Туры заселены. Здесь или там еще, или только здесь? Только здесь. Только здесь. Весь заселен, да? Здесь, опять же, западка. Места сейчас здесь вот таким образом хватает? Да. Вам места хватает сейчас этого? Или не хватает для того, чтобы разместиться нормально? Четыре. 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 Все хорошо. То есть дополнительно вы не просите места, чтобы разместиться, да? Дисалаза манджизейдека. Незначительная потребность есть, в целом нормально. Все разместится. Ну, посмотрим. Сейчас. Вчера был рейс. Люди уехали на родину. Еще там есть желающие уехать. Вот посмотрим. Три-четыре дня. Потом, если нужно будет добавить для размещения мест, мы добавим. Это мы отдельно обсуждимся. Я, к сожалению, в Германию не могу вас привезти, потому что вы видите, поляки забаррикадировались, не пускают. Три-четыре дня. Вчера-си-четыре дня. А это одеяло. Ну, вообще, при такой температуре это разно. Ну, вполне. Угло каждого аварийного выхода ролита дежурит патрульники МЧС, который в любой момент, в какой-нибудь выходной, в какой-то встрече есть. Мы с вами с ними все проходили, видели, как в доме, как и лесу. Бежим, бежим. Пять членов семьи Польши прорвали в возрасте. Надо фамилию, ну, что и дадам. Дайте нам. Мы срочно завтра запросим информацию. Мы в крайнем случае не хотим уехать в Ираке. У нас там ничего хорошего не ждет в Ираке. Я знаю это, я знаю. Надо негодяев этих пошевелить, чтобы сказали, где пятеро детей. Она не мужика, нет детей, она вот с сестрой здесь сидит. Надо у поляков запросить информацию. Спасибо. Ох, за ноль. За ноль. За ноль. Ты тоже? Послушай, курку надо одевать. Как? 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 Перед Германией эта закалка хорошая. Как? 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 Дети очень будут здороваться. Кулачком? Да, кулачком. У всех выражено. У мальчика. Баня вон там двинется. Подход немножко по скому. Сделали трапы сразу. Трапы сразу. Говорят, маловато. Одновременно помыть две тысячи. Учитывая пропускная способность военная, я считаю, что это 50 человек. Ну вот за два дня мы их помоем. И потом это будет. И будет с отрывалом раз за три дня не получать измужницы. Это просто когда сразу все нахуй надо быстро помыться. А потом это. Мы же не будем ее убирать. Она постоянно отдыхает. Здесь проблем не будет. Спасибо. Вы замерзли? Нет. Нет еще? Ну потерпите. Ну надо им помочь. Ну что поделать. Когда-то нашим родителям они помогали. Когда здесь была война, наши туда в Узбекистан, особенно поляки. Поляки то в Иране сидели в Курдистане, в Ираке. А сейчас они их туда даже на порог не пускают. Ну потерпите немножко. Ну в беду попали люди. Они продали все. Для того, чтобы лучше жило все. И самое жуткое то, что там у кого-то отец, у кого-то мать, у кого-то семья. И они не дают им воссоединиться. Поэтому потерпите. Мы решим эту проблему. Я знаю, что и местным тут жителям и вам надоело это все. Ну представьте мне еще больше. Вы не верьте тому, что мы их сюда привезли. Нам этой беды не нужно было. Особенно вот этого лагеря. Это стихийно образовавшийся лагерь. Но для них самая большая проблема, что через границу каждые сутки проникает от 200 до 400 человек. Они все равно их не удержат. То, что они там проволокой перегородили стены, строятся пустое. Люди идут, их никто не остановит. Поэтому потерпите. Я думаю, что в ближайшее время мы разберемся с этими проблемами. Спасибо вам. У нас есть желание. Я знаю. Ну вы потерпите, если что. Все хорошо у нас. У нас испытывает глубочайшее чувство гордости за наш народ. За вас. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, девчата. Спасибо. Всего доброго. Здоровья. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.